Одно дело посмотреть все это на бумажки и в отчетах, а другое дело своими глазами посмотреть. Современные хозяйства просто. Это вот, кстати, насчет повышения производительства труда в четыре раза. Современные, просто по самому, последнему слову, агротехника стоит там. Самые современные способы ведения среднего хозяйства – животноводство. Вот все, что самое лучшее было в Европе, то и закупили, то поставили и научились работать. Все функционирует. Это вот посылки к тому, что увеличить производительство труда в четыре раза. Есть такие шансы. А здравоохранение, а также демография, мы считаем, что невозможно. Помните, когда я впервые рассказал это в послании? Я же помню, и реакцию зала видел. Все говорят, да, очень хорошо, правильно, надо сделать. Никто не поверил, что это возможно. А сейчас, вот сегодня я повторил, самая лучшая динамика. За 25 лет мы добиваемся тех целей, которые ставим перед собой. Мы их достигаем. Но мы не можем бесконечно расширять перечень этих нацпроектов, иначе мы потонем просто. То, что Вы сказали в отношении культуры, полностью согласен. И уверен просто, что мы должны уделить этому гораздо больше внимания. И будем это делать. Франс Пресс. Спасибо. Марина Лапенкова, агентство Франс Пресс. Владимир Владимирович, очевидно, что в Ваше президентство Россия стало сильнее во многих отношениях. И не менее очевидно, что не последнюю, если скажем так, не первую роль сыграл в этом личностный фактор. Как Вы считаете, Вы согласны с таким положением? Так ли это? И если да, то насколько эффективно это положение для государственного устройства, для развития его институционального устройства? Я не уверен, что я все понял из того, что Вы спросили. Но, тем не менее, попробую ответить. Конечно, нацеленность на результат... Вот есть два важных фактора, если говорить о влиянии личностного фактора на достижение результата. Это умение сформулировать амбициозную задачу, не ныть и не пускать слюни по каждому поводу. Первые лица государства не имеют на это права. Если они будут слюни пускать и сопли все время, и плакать, что плохо, плохо, мы ничего не сможем, мы такие вот кривые. Так и будет. А если ставить перед собой амбициозные задачи и цели, но основанные только на реалиях, на реальном анализе, целенаправленно самому идти к достижению этих целей и решению задач, и мобилизовывать общественные силы, государственные силы на это, то цели будут достигаться. И, собственно говоря, так и есть у нас. Вот это очень важный фактор. Вторая часть... Вы сказали, я услышу. Так, скажите. А, устройство. Значит, что касается структур, структур властных структур, общественных структур, я считаю, что мы сделали большое движение вперёд с точки зрения укрепления федеральных начал, федеративных начал нашего государства. У нас субъекты Российской Федерации стали более дееспособными. И я уже говорил на расширенном заседании Госсовета, мы реально... Вот я хочу это подчеркнуть, и объективные аналитики всё-таки должны со мной согласиться. Мы провели реальную децентрализацию власти вплоть до местного самоуправления. Может быть, пока ещё не всё работает, но это точно сработает обязательно даже в среднесрочной перспективе. Мы же передали туда и полномочия вниз, и финансовые возможности. Мы сейчас должны просто посмотреть, как это функционирует в реальной жизни. Если уровень полномочий не обеспечен ресурсами, то мы подумаем над тем, как добавить туда собственных источников на уровень муниципалитета, с тем, чтобы повышать ответственность муниципального и регионального уровня управления за результаты своего труда. И это очень важный фактор. Но, наконец, следующий не менее важный фактор – это укрепление многопартидной системы. Вот, пока не прозвучало вопроса, но если он будет, я постараюсь раскрыть его, но вот, скажем, спорный, на этот взгляд, 7-процентный барьер прохождения в Государственную Думу, укрепление партии, как таковое, на мой взгляд, благотворно в конечном итоге влияет на развитие нашей политической системы. Вы посмотрите у наших соседей, вот на Украине, там 3% барьер прохода в Раду. Ну и что? Нравится вам то, что там происходит? И где вот эта необходимая политическая стабильность для развития экономики и социальной сферы? Значит, демократия – это же не базар. Это возможность населению через политические структуры влиять на развитие страны. Крупные партии, связанные с народом, с регионами, способны это делать в таком режиме, который обеспечил бы формулирование условий развития страны и исполнение заданных целей, достижение заданных целей. В этом смысле я считаю, что мы сделали серьезный шаг к укреплению фундаментальных основ российской государственности. Есть коллеги из Украины? А вот, пожалуйста. Ир, вот, пожалуйста. Здравствуйте, Оксана Богданова, телекомпания «1 плюс 1 Украина». У меня такой вопрос. Традиционно украинско-российские отношения определяли лидеры в государствах. Позавчера вы встречались с президентом Украины Виктором Андреевичем Ющенко и разговаривали более трех часов. Стала ли для вас Украина после этой встречи более понятной и предсказуемой? И как вы оцениваете итог российско-украинских отношений за эти восемь лет, потому что они были непростыми? Стала. Стала, потому что у нас с Виктором Андреевичем был очень обстоятельный разговор. Я говорю это без всякой иронии. Очень подробный практически по всем направлениям нашего взаимодействия и очень откровенный. Мне показалось, что и Виктор Андреевич тоже понял мотивы нашего поведения по решению тех или других вопросов. И мне показалось, что наши украинские коллеги, включая президента, настроены на конструктивный диалог с Россией, на решение любых проблем, которые бы не возникали. А то, что проблемы могут возникать, знаете, я бы ничего не драматизировал. Мы же самые близкие соседи. У нас огромный объём взаимодействия. Но как не возникать проблемам-то? Они всегда были, всегда есть, всегда будут. Вопрос ведь не в том, есть они или нет. Вопрос совершенно в другой плоскости. Мы хотим их решать или хотим их обострять? У меня создалось чёткое представление вчера о том, что и украинское враговодство настроено на то, чтобы решать эти проблемы. Ну а что касается в целом развития за последние 8 лет, я думаю, что, конечно, мы могли бы добиться большего. Очень много наносного, такого, знаете, пены какой-то политической. Вот спорили, мы много лет спорили о газотранспортной системе. И вот настолько заполитизировали на Украине эту газотранспортную систему. Диву даёшься просто. Чего там эти железки политизировать-то? Трубы, которые в земле лежат, и гниют. Мы ведь что предложили? Ну да, не хотят на Украине, чтобы москали завладели этой транспортной системой. Да москали уже давно оставили эту мысль. Спасибо. Спасибо.